Саров принимает кубок организации госкорпорации «Росатом» по баскетболу 3х3 «Оранжевый атом» уже не в первый раз. На стадионе «Икар» прошёл второй тур соревнований. Первый тур состоялся в Обнинске. В Сарове за победу и путёвку в финальный этап кубка боролись 9 мужских и 5 женских коллективов предприятий «Росатома». Команда приехала из разных уголков страны. Многие спортсмены уже были в Сарове на соревнованиях. В Сарове я уже не первый и не второй раз. И многих я игроков знаю в лицо, знаю по именам. Очень дружеская атмосфера и всегда приятно с ними пообщаться, вновь увидеться. Стритбол – это такая быстрая игра, что комбинации здесь либо самые простые, либо надо очень чувствовать друг друга на площадке. Поэтому в основном всё зависит, наверное, от мастерства самих игроков. Собственно, поэтому тренировки – это так больше физические, но и индивидуальные. В прошлом году мы уже участвовали в данном турнире. Как раз-таки в отборочном этапе в прошлом году победили. Надеемся, что в этом году у нас пойдёт по этому же сценарию. Мы встречались с городом Снежинск. Это очень сильная сборная, которая является, наверное, нашим конкурентом прямым. А сборная ИХП и вторая ещё сборная, мы их видим впервые. Мы с ними не встречались. И о уровне их игры ничего пока сказать не можем. Будем смотреть матчи, которые они будут играть. Перерывы будем за ним следить обязательно. В рамках баскетбольного праздника, который проходил два дня, выступали диджеи. Были конкурсы с призами и подарками от партнёров. Кубок организации госкорпорации «Росатом» «Оранжевый атом» запустили совместно с «Оно Атомспорт». В Сарове крепки спортивные традиции. И баскетбольный турнир между предприятиями «Росатома» тоже становится одной из них. Приятно, что сегодня большое количество ребят из городов госкорпорации принимает участие. Достаточно много гостей. В преддверии дня физкультурника, юбилей, 85 лет. И как бы классная история, которая позволяет и нашим спортсменам свои силы померить, и горожанам посмотреть на такой быстро, динамично меняющийся и вовлекающий в себя вид спорта 3х3 баскетбол. Город Саров стал точкой притяжения уже третий год, а мы здесь проводим в великолепных условиях прекрасный турнир. Очень рад, что баскетбол, который придуман для студенчества, для людей с интеллектом, прижился в нашей госкорпорации, получил развитие. И сегодня с большим удовольствием все дивизионы играют. Атмосфера потрясающая, поэтому я хочу всех нас поздравить с большим, хорошим праздником, очередным праздником, потому что город Саров – это очень спортивный город. В рамках соревнований также прошли мастер-классы для юных баскетболистов ИКАРа, а чемпионы Европы 2007 года Никита Маргунова и заслуженного тренера РСФСР и СССР, члена Зала славы Международной Федерации Баскетбола Евгения Гомельского. «Я просто лишний раз убеждён, какие есть красавцы города в нашей стране. И сегодня я получил колоссальное удовольствие от музея ядерных выражений нашей страны, и от того, как город выглядит, какая площадка здесь, какой стадион». Баскетбольные команды, которые заняли первые и вторые места, получили путёвки в Москву на финальный этап Кубка организации госкорпорации «Росатом». Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров, 24.